Николай Разумов – первый осужденный Рязанского исправительного центра. 10 лет отработал в полиции, а потом увлекся наркотиками. За это осужден по статье 228 на 9 лет. Отсидел 5 лет, добросовестно работал с первых дней, без замечаний, поощрение получал. Официально сварщиком трудился и вот прошел суд сюда. Он будет работать сварщиком в муниципальном центре. В 7.45 он обывает на работу и вечером возвращается. За хорошее поведение с разрешения руководства исправительного центра ему могут разрешить свободно посещать магазины, перемещаться по населенному пункту, ходить в культурные места и так далее. Так будет функционировать первый в Рязани исправительный центр. Здесь применяется новый вид уголовного наказания – принудительной работы. Но попасть сюда может не каждый, только осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Или если тяжкое преступление совершено впервые. Те осужденные, которые прибыли в учреждение, в исправительную колонию, с момента прибытия изъявили желание работать, вели себя там хорошо, не нарушали установленный порядок в учреждении, неоднократно поощрялись за добросовестное отношение к труду. Соответственно, они там имеют право подать на замену неотбытой части наказания на более мягкий вид. Вот такие осужденные, в принципе, к нам попадают. Максимальная вместимость первого исправительного центра – 50 человек. В ближайшую неделю сюда пришлют еще минимум 15 человек. Это будут жители Рязанской, Московской и других областей. Тот факт, что у нас открывается в регионе такой центр, он позволяет достроить такую определенную вертикаль социальных лифтов, если можно их так назвать. То есть среди осужденных тоже должна существовать такая вертикаль, при которой люди, которые трудятся, заключенные, которые трудятся, которые стараются как-то загладить свою вину перед государством, они получают больше привилегий, преференции при отбывании наказаний. То есть человек может перевестись в колонию-поселение, где уже режим будет ослаблен, и в конечном итоге вот в такой исправительный центр, где человек уже де-факто частично свободен. В первый же день осужденных должны трудоустроить. От их зарплаты будет удерживаться от 5 до 20 процентов в пользу государства. Плюс каждый из них будет оплачивать свое проживание здесь – 3,5-4 тысячи рублей. Но при всех данных свободах за осужденными будет контроль. Надзор осуществляется младшим инспектором, который находится на данном участке. В будние дни есть представители офицерского состава, то есть я непосредственно, как начальник центра, и старший инспектор, и инспектор, который контролирует, как сказать, быт данного центра. Осужденные могут пользоваться сотовыми телефонами, планшетами, ноутбуками. У них есть душевая комната, сушилка, столовая. Все это сделано на базе исправительной колонии номер 7. В Рязани это первый исправительный центр. А в скором времени появится еще один. Планируется также открытие второго уже более масштабного центра. В Скопинском районе там целый куст исправительных учреждений, несколько колоний. Я думаю, что это также будет способствовать стремлению заключенных больше работать, потому что труд отвлекает от всяких нехороших мыслей, заставляет человека созидать и делать его лучше. Считается, что новый тип исправительных учреждений для осужденных без изоляции от общества не только позволит сэкономить бюджетные средства, но и сохранить их социальные полезные связи. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».